Воинская часть, 503-й полк, номер, не знаю, короче. Собралось нас в АПП, на учение сказали, приехали на учение. Месяц побыли, не говорили, что будем заезжать. 24, ну, 23-го нас собрали, укомплектовали, короче. И, типа, полк сформировали там, и заехали, 24-го ехали через Крым на границу, заехали. Ну, вы поняли, что происходит украинцев? Да, 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 уже многие отказывались, им по 13 лет дюрьмы дали, мы дальше поехали. Люди отказывались, которые уже заехали в Украину? Да, заехали на Украину и отказывались, их забрали. Ну, я не знаю, забрали, они вернулись или живы, я не знаю точно. Они уехали оттуда, сюда. Потом меня в другое место перекинули, в Малиновку перекинули. В Малиновку перекинули, и оттуда уже, ну, с нами уже даже, как вам сказать, даже срочники с нами были. Не срочники, которые за неделю контракт подписали и сюда закинули. Они тоже сюда приехали со мной. Потери много было. Нас 30 человек было. Кто хотел, сдался, кто не хотел. Что-то там, дай бог, земля им пухла. Как настроение в вашем подразделении? Воевать? Воевать? Не, не, не. Половину, в общем, вот со мной, которые приехали, пацаны, которые половину отказались. Половину сбежали, даже сбежавшие. Какие-то действия предпринимали, чтобы отказаться от этого всего? Мы собрались один раз, ну, отказываться, бумажку сделали. И, типа, ну, там старший произвел, говорит, типа, чего там войны, чего нету, типа, надо просто вперед проходить чисто и все. И так нам говорили, и все. Не говорили, что такое будет там. Мне вчера видео показывали, как бабушка с дедушкой ехали на машине и танк уезжает чисто, выстреливает машину. Почему так делать? Роддом, который обстреляли полностью. Я представил эту картину. У нас в Чечне такая картина была раньше. Ну, как ты думаешь, с вами поступило ваше командование, ваше руководство в связи с вот этими событиями, что они сказали, куда вы едете? Они просто нечего сказать. Что я скажу? Просто, просто они кинули нас. Люди кидальщики, короче. Что им еще сказать? Если нормальная армия их не была бы, они нас хотя бы вытащили бы. Наши тела они унесли бы отсюда. Наши тела там на поле у вас лежат. Я не знаю до каких пор они будут там лежать. Просто наши же нас обстреливали. Я хотя бы, сдался, ни одного человека не убил. Я из автомата стрелять не знаю как.